Здравствуйте! Уборка по плану. Так вот, по плану у меня сегодня этот шкафчик. Если вам интересно, то, пожалуйста, заходите и заодно поможете мне прибраться в этом шкафу. Вообще, я люблю эту работу. Уборка в доме мне доставляет какое-то даже удовольствие. Это определенные воспоминания, особенно таких шкафчиков. Здесь вещи, которые собраны, подарены. Кто-то что-то мы купили. Если вам интересно, я буду рассказывать эти истории. Вот с каждой вещичкой что-то связано в моей жизни, в нашей жизни, в нашей семейной жизни. Так вот, прежде всего я приготовлю воду. Я беру обычную, теплую, даже чуть-чуть горяченькую водичку из-под крана. Нестерильную, обычнейшую воду. Я всегда добавляю нашатырный спирт. Можно, конечно, добавить уксус, водку, кто-что. Можно даже какой-то шампунь или мыло. Ну, не хозяйственное, конечно. Вот такое жидкое мыло. Но здесь мне не понадобится ничего. Значит, вода и нашатырный спирт. В миску я уже налила воду, теплая вода и нашатырный спирт. Вот на эту миску я добавлю где-то столовую ложку такой неполной нашатырного спирта. Приблизительно на 3 литра столовая ложка. Можно и даже меньше. Потому что посуда-то у меня вся чистая. Мне нужен что? Блеск определенный. Конечно, есть какая-то пыль. Поэтому в эту миску я складываю все свои рюмочки, стекло, как это называлось, хрусталь. Все складываю. Понадобится мне, конечно, не одна миска. Погружаю все в эту воду и оставляю. Все стекло я выношу на кухню и там буду уже мыть. А пыли достаточно. Я думала, что меньше пыли. Хотя шкафчик практически постоянно закрытый. Поэтому я, конечно, буду сейчас снимать эти стекла. Здесь у меня зеркало. А мыть я чем буду? Опять-таки водой с нашатырным спиртом. Бумально чуть-чуть этого нашатырного спирта. Я увлажнила влажная тряпочка и буду все это протирать. Такое мытье, как обычно стекло. Стекла я мою так вот. И так я вытираю с одной стороны влажной тряпочкой. И с другой стороны. И стекло будет, конечно, теперь уже блестеть и будет чистенько. Здесь особых пятен никаких нет. А затем сухая чистая тряпочка. У меня полотенечко очень маленькое. И я вытираю до блеска. Протираю зеркало влажной тряпочкой вначале. А затем сухой. Должно быть, конечно, все чистенькое. Это сухая тряпочка. Я вытираю. О, теперь будет блеск. Протираю наружное стекло вначале влажной тряпочкой. А затем сухой. С обеих сторон. Сейчас мне нужно натереть эти полочки. Эта полка у меня вообще чистое дерево. Тут сомнительно, что это дерево. Но я так ухаживаю за мебелью. Значай беру кондиционер для волос. Обычный кондиционер для волос. Кладу вот так вот на полотенечко. Хорошенечко растираю. Он у меня практически без запаха. А если есть этот запах, то нежный такой, нежный-нежный запах. Когда это все так пропиталось тряпочкой, этим кондиционером. И вот этой частью влажной, да, я начинаю вытирать вот эти полочки, боковушки, сверху, со всех сторон. И обязательно потом буду вытирать вот эту часть. И вытирать, и натирать. Ну, вначале я протру. Протираю вот эту наружную часть дверцы и уделяю внимание вот здесь замочек, видите, чтобы был блеск хороший. И здесь обычно остаются пальчики. Поэтому это я протираю. А затем сухая тряпочка, это вискоза, кстати. Я начинаю натирать, чтобы блеск. Вот так вот. Ну, натираю хорошенечко. Конечно, надо поработать, чтобы блестело. Пока приветривается шкаф, я приведу в порядок свои статуэточки. Они чистые, но немножко пыльные. Поэтому вначале я протираю каждую статуэточку обычной влажной салфеткой. У меня детские салфетки. Вот детские салфетки влажные. Я ничего больше не добавляю. А затем я беру опять-таки сухую, чистую ветошь или полотенечко. И протираю, заодно придаю блеск. То есть здесь я ничем не пользуюсь, потому что они чистенькие. Их нужно только освежить, полюбоваться, поднять себе настроение. И если вы любите такую красоту, то и вам, конечно. Стаканчики промываю в водичке с нашатырём. Чистейшие стаканы. Затем ополаскиваю хорошо. Ставлю на стол. Пусть вода стекает. Пусть вода стекает. Пусть вода стекает. что вам скажу не прошло и пяти минут до и работа закончена всем самого доброго крепкого здоровья пока